Друзья, всем доброе-доброе утречко. С вами, как всегда, Алексей Крылов. Нахожусь в солнечном Таиланде. Погодка начинает улучшаться. То, я говорил, постоянно шли дожди, а сейчас как-то вот ночью дождь прошел. И все, день сегодня просто отличный. Вот, сегодня у нас, знаете, какое видео будет? Видео называется «Без лица», потому что кое-что произошло. Но я на эту тему просто не хочу говорить, поэтому сегодня вы меня в кадре не увидите. Буду только за кадром. Ну, так получилось. Решил начать это видео со смотровой площадки. Место тут очень красивое. Мне сюда очень нравится приезжать. Прям очень классные виды здесь. Планировал я вообще отправиться на ближние острова. Думал, следующее видео будет про это. Но, короче, знаете, как в жизни происходит? Мало ли, что я хочу. У жизни на меня совсем другие планы. Поэтому, ну, немножко придется это дело отложить. Сейчас, я думаю, отправлюсь-ка я. Ну, пока что видео, пару видео будет из Паттайи выходить. А потом я уже буду больше ездить. Вообще, на ближайшие дни запланирована очень такая большая поездка. Потому что ко мне кто-то приедет. Вот, я буду сохранять интригу. Скоро вы об этом узнаете. Вот, и мы отправимся в путешествие по Таиланду. Вот так вот. Давайте буду отправляться на завтрак. Зашел в обычную тайскую кафешечку. Короче, тут все меню у них, видите, нарисовано на таком плакате. Я заказал самое обычное, самое любимое. Вот номер 11. Курица, бульон, рис и огурцы. Итак, вот он мой любимый завтрак. Тут он стоит 60 бат. Ну, есть места, где он и по 40 бат стоит. Ну, это как бы стандартный тайский, который есть во всех тайских кафешках. Ну что, приятного пихита. Субтитры сделал DimaTorzok. Рассрочка на покупку квартиры в новостройке 0%. Низкая налоговая ставка. Тропический климат и потрясающая природа. Инвестируйте в недвижимость Таиланда с Royal Property. Royal Property.pro Ну что, дорогие друзья, в этом видео я прибыл в одну из красивейших... Красивейших... Да, что ж тогда я могу выговорить. Красивейших мест, которые находятся возле Паттайи. Это гигантский ботанический сад. Я, если честно сказать, не любитель ботанических садов. Но когда я увидел фотографии, и мне много зрителей писало в отзывах. Алексей, посети обязательно это место. Я как бы решил посетить его. Но место, я ехал по территории, место просто гигантское, очень красивое. Я доехал сюда на байке. Вот есть отдельная парковка для байка. Здесь вообще гигантская парковка. И билеты никакие входные я не покупал. Сейчас будем по месту разбираться. Посмотрим, делают ли тут какие-то скидки. Если у тебя есть тайские водительские права. Потому что я показывал до этого. Часто вход бесплатный по тайским водительским правам. Но в это место, мне кажется, вряд ли будет скидка. Знаете, что меня здесь радует? Ну, как обычного человека, я вам скажу. Что есть, как бы, знаете, вот ботанический сад. Вроде бы такая отдельная зона, которая находится за городом. Но при этом здесь, вот я ехал, стоят рядышком магазины 7-11. То есть здесь даже в госпиталях, в аэропортах. То есть всегда есть выбор, например. То есть 7-11 там цены фиксированы всегда. И можешь подешевле купить, можно подороже. Ну, к чему я говорю, что обычно, если такое место находится на джибе, там сразу ценник уже как бы свой ставят, как бы намного выше, чем в городе. А тут прям как-то все очень так вот, все для всех, скажем. Хочешь в 7-11, бери. Бери в 7-11. И хочешь в кафешке, бери в кафешке. Так, сейчас посмотрим прайс, сколько стоит. Итак, смотрите, основной прайс. Пайс, правильно, чтобы попасть, так, вот. Beautiful Garden пишет, 600 бат. Вот. А потом уже Beautiful Garden плюс какой-то автобус, там уже 700. Beautiful Garden плюс буфет 800. Ну и там всякие бонусы. Мне будет самый дорогой, бери 1500 на взрослого и 1250 на ребенка. Либо самый дешевый, 600 на взрослого и 400 на ребенка. Ну, мне есть водительские права. И сказала женщина, Алексей, конечно, для тебя будет скидочка. Сейчас узнаем, какая скидка будет. Ну что, друзья, я купил билетик. Показал бы свое счастливое лицо. Короче, 50% скидка по тайским правам у меня. Представляете, прикольно. Вот. Короче, здесь вот приехали в Таиланд, сделали права. Самые дешевые на байк будут. И потом катайтесь по всему Таиланду и вам везде будут скидки. Вы на самом деле их очень быстро купите. Короче, очень такой приятный бонус. И тем более права остаются у вас потом на всю жизнь. И работают они не только по Таиланду, а вообще во многих странах Южной Азии. Все будем проходить. Вот если говорить про место, вот приезжаешь, везде идеальнейшая чистота. Вот в этих местах. Ну и места такие прям очень-очень хорошо сделаны, вам скажу. Ну сейчас мы зайдем вовнутрь, посмотрим, как что-то вообще внутри будет. Ну что, я зашел вовнутрь. Давайте будем смотреть эту красоту. Так, зайдем давайте сейчас в зону кактусов. У меня брат любит кактусы. Здесь прям огромная оранжерея с этими кактусами. Напишите, кто любит кактусы. Вот есть прям реально фанаты кактусов, я знаю. Я в принципе, ну не знаю, пока что фанат никакого растения, потому что за растениями нужен уход. Ну то есть, если у тебя есть растение, то ты должен за ним регулярно смотреть. Если куда-то уезжаешь, не оставлять его без воды, чтобы оно не засохло. Поэтому я не завожу ни домашних животных, ни комнатных растений. Здесь также есть выставка динозавров. Короче, территория огромная. Сейчас будем ходить и все это дело рассматривать. Точку на это место я оставлю под видео. Я оставлю точку на парковку, чтобы точно было понятно. Потому что, знаете, если я поставлю точку на парк, можно запутаться и понятно, куда тут подъезжать. Четко вот на парковку, где я припарковал байк, чтобы вы туда подъехали и сразу увидите вход. Вот. Если я был кактусоведом, ну кто там изучает кактус, я, наверное, бы подходил и удивлялся каждому сорту кактуса. Наверное, тут какие-то уникальные сорта кактусов собраны. Видите, тут прям такие миксы кактусов. Но, если честно сказать, я в кактусах вообще не разбираюсь. Поэтому, ну как бы кактус, как кактус для меня. Кактус с цветочками, кактус с пушком. Кактус не кактус, похоже вообще на какое-то, знаете, алоэ. Вот. Ну, вот этот вот кактус, кактус-кактус. Кактус круглый, кактус длинный. Вот мое все познание кактусов. Здесь есть какой-то музей автомобилей. Я так понял, он тоже входит в стоимость. Здесь пишет automatic door. И я не прикасался, она сама открылась. Новые технологии. Так. И здесь вот можно погулять, посмотреть автомобили. Есть. Ну, это, я так понял, в основном гоночные автомобили. Разные гоночные грузовики. В общем, здесь огромный микс его представлен. И показано, как эти машины. Вот есть прям такие внедорожники. Вот он, смотрите, который на видео. Вот он стоит. Работают в лесах Таиланда. Так. На вывеске написано, что в 2010 году, а не в 2011 году приезжала сюда королева Британии на выставку цветов. На территории здесь есть разные шоу. Короче, сейчас мы это все изучим. Я, честно сказать, вот зашел. И, ну, обычно, знаете, иногда дают карту. И показано, куда по стрелочкам нужно ходить. Здесь никакой карты не дали. Возможно, есть место, где эти карты раздают. И я вот не могу понять, куда мне идти. Здесь вывеска. Вы пропустили динозавров. Пожалуйста, вернись. А я динозавров пропустил. То есть они стояли какие-то в сторонке. Но тут есть, я так понял, огромная прям оранжерея с динозаврами. Не, ничего не пропустил. Динозавры у нас вот здесь вот находятся. Я так понял. А я нахожусь вот только здесь. Вот автомобильный вот этот салон был. Вот здесь я погулял кактус оранжерея. И, короче, мне нужно идти, 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 идти и обследовать вот эту вот гигантскую территорию. Так, здесь у нас слоны. Покормить 50 бат. Наверное, еще можно на них покататься. Короче, в эту сторону мы не пойдем. Вот. Я не особо люблю кататься на слонах. И я так понял, многие зрители тоже не особо любят. Это дело. Вот. Пойдем в другую сторону. Я вам скажу, что место реально очень красивое. Я повторю, что я не любитель ботанических садов. Но оно меня просто впечатляет. Причем здесь, я смотрю, люди ходят. Еще на втором этаже можно погулять, походить. Давайте сейчас поднимемся, посмотрим. Ну, территория здесь немаленькая, но что удобно, получается, я сюда ехал, такой, ну, сегодня небо чистое, солнцепек. Но здесь я иду, везде тенек, все хорошо. Даже если вы приедете прям в разгар дня, во время палящего солнца, то здесь комфортно будет находиться. Поднимаемся наверх. Смотрите, как круто тут наверху. Короче, я вам реально, свет упустите, это место. Очень здесь красиво. Я был в разных ботанических садах. В Дубае. Там парк святого был. Ну, не знаю, это, ну, скажем, относится к ботаническому саду, наверное. Но там больше, скажем... Ну, да, скажем, к этой группе приводняем. Было круто. Никитский ботанический сад в Крыму. Это самый первый ботанический сад. Мы с классом ездили туда на экскурсию. Вот. Я тогда увидел первый раз много разных растений. Увидел такие большие тениковые пальмы. Это все в ботаническом саду под Ялтой. И вот тайский ботанический сад. И как вы думаете, какой ботанический сад лучше? А я вам скажу, что все хорошие ботанические сады, потому что все они разные. Все они по-разному построены. Поэтому я никогда вообще не люблю сравнивать, какие места лучше, какие-то хуже. Все места хорошие. Все сделаны по-особому. Поэтому, мне кажется, и у нас хорошо, и тут хорошо, и в Дубае неплохо. И вообще еще есть много мест, которых я не видел, где тоже будет не хуже. Все, буду спускаться вниз. Огромные, мне кажется, это больше зоны подходят для детей. Видно, здесь можно лазить, фотографироваться. В общем, мне кажется, для детей здесь будет очень круто, потому что дети любят всматриваться от всякую мелочь. Они иногда замечают то, что взрослые не замечают. А вот этих мелочей... Здесь как бы есть и крупные, скажем так, вот статуи. То есть есть, в общем, что посмотрите, и для взрослых. И много разных деталей, много разных мелочей, которые будут интересны детям. Здесь прям среди вот этих вот всех растений стоят скульптуры динозавров. Сейчас я, наверное, схожу в кафешку, возьму что-то попить себе еще. И буду отправляться дальше. Купила водичку. Короче, на удивление, здесь самая дорогая вода, которую я покупал в Таиланде. Бутылочка стоит 30 бат. Вышла я вот эту красивую площадку. Это прям, скажем, такая огромная фотозона. Валяются бегемоты. Там у нас из яиц вылупываются, или вылупляются, как правильно, динозавры. Всякие слоны, свиньи, антилопы, львы, динозавры. Ну, давайте сейчас будем отправляться дальше. Там, как я понял, уже будет сад с динозаврами. Там вон обезьяны. А если бы точнее перепутал, это стоят газели. Вот, что я про них вспомнил, потому что Абу-Даби, столица Объединенных Арабских Эмиратов, как переводится? Абу – это отец, а Даби – это газель. И получается, отец газели. И если посмотреть вообще на монеты, на деньги Объединенных Арабских Эмиратов, там огромное количество изображений газели. Так, статуи. Коз, сусликов. Короче, тут прям очень много фотозон. При этом людей здесь огромное количество. Вот сейчас вот я приехал, мне кажется, тут вообще пик. Огромное количество автобусов сюда подъезжает. Но при этом все вот как бы расходятся, никто никому не мешает. Очень много фотозон. Ладно, давайте будем проходить дальше. Динозавр Валей. Короче, вольер динозавров. Или динозавр Валера. Валей. Динозавр Валей. Так, мне нужно как-то пройти, а то, ребята, извините. Так, у нас пишут на тайском, на английском, на китайском, на русском и на корейском. Так, по стоимости вообще я сказал, не сказал, сказал 50% скидку сделали. Вход мне обошелся 300 бат всего по водительским правам сюда. Вот, повторю, что часть есть мест, куда ты идешь. И там просто вообще бесплатный вход. Как бы с туристов деньги берут. А когда ты видишь, что у тебя уже права, то видят ты особо уже, скажем так, наверное, не турист. И поэтому уже приравнивают тебя к тайцу. Просто, знаете, иногда говорят, в Таиланде у приезжих вообще никаких прав нет. А тут вот получил водительские права, уже считается хороший документ, по которому тебя уже, вот, скажем так, вот, в местах, где платный вход, уже приравнивают тебя к тайцу. То есть, платьишка к тайцу. Так, я так понял, здесь в основном нету, знаете, живого зоопарка. Здесь в основном везде стоят скульптуры животных. Может быть, когда-то здесь был зоопарк и заменили это все на вот такие вот скульптуры, чтобы можно было спуститься, пофотографироваться с ними. Не знаю. Либо, возможно, здесь когда-то будет зоопарк. Как бы все так сделано. Такое ощущение, как будто продумалось все для зоопарка. То есть, ходишь по возвышенности, чтобы смотреть на животных. Но стоят скульптуры. А здесь просто мега красивое место. Смотрите, конечно, сейчас падает солнце, и здесь вот особо никто не гуляет под палящим солнцем. Но место очень красивое. Смотрите, стоят динозавры. Но сейчас мы туда спустимся и там будем гулять. Смотрите, как это выглядит. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Прямо очень качественно проработаны Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Вот такими мостиками И вы можете из зоны в зону перейти по таким мостикам Здесь тенек, здесь все хорошо Вот, поэтому это очень удобно Здесь таблички, здесь указатели То есть, короче, комфортно здесь находиться, я вам так скажу Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Так, иду к своему байку Парковка здесь бесплатная Короче, здесь куда ни приедь, везде бесплатные парковки Единственное, вот иногда в центре, знаете Короче, тоже есть много бесплатных мест, иногда если хочешь где-то в нормальном месте поставить байк, то нужно, например, заплатить Вот, там 30 бат, короче, меньше доллара за сутки стоит Это если ты вот хочешь его под навес поставить, чтобы он прям стоял хорошо Это там, где большое скопление людей, например, ты хочешь пойти куда-то вечером погулять, вот там я видел платные, а так вообще в основном все бесплатное Так, вот он мой байк, давайте выпьем водичку и поедем Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, у нас уже наступает прекрасный вечер Сегодня прям очень красивый закат был, не успел я остановиться на байке Короче, я каждый день проезжаю центр и каждый день меня тормозит полиция здесь И причем сегодня, наверное, стояло человек 15 полицейских, тормозили всех подряд Но я, если честно, вообще не боюсь тут полиции, потому что у меня с документами все в порядке Права нормальные, которые работают Плюс езжу в шлеме и есть техосмотр на байк, поэтому бояться нечего Поэтому иногда люди, которые не хотят, чтобы их тормозила полиция, они видят пост, начинают сворачивать в другие улочки Либо там на другую полосу перестраиваться, чтобы их не тормознули Вот, я, короче, всегда еду ближе к посту, не боюсь, что меня остановят Показываю документы и меня быстро отпускают Ну что, дорогие друзья, уже день заканчивается На этой прекрасной ноте буду заканчивать видео Пришел в свою любимую локацию Плавать пока что не буду Но, знаете, приятно просто выйти, посмотреть с высоты на город Здесь прям очень красиво Ладно, я всем желаю счастья, здоровья, всего самого хорошего Спасибо, что смотрите И подписывайтесь на канал, если не подписаны Всем пока, до новых видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok